Приветствую вас, таков наш современный мир сегодня, вспомним очень много всяких возможностей, увлечений, хобби, дел, работы, человек может куда угодно себя применить, где угодно себя реализовать. В общем, возможностей действительно очень много. И все это поражает в голове, так вы знаете, суммуру. Желание все успеть, желание всего достичь, желание там, я не знаю, все достигнуть. Но от того, что в жизни, от того, что в современном мире много возможностей, совершенно не зависит способность человека. Канал этой информации к ее восприятию, к тому, что он может делать, к тому, что от него зависит и так далее. Вот это все человек по-преднему сохраняет на преднем уровне. И он, конечно же, просто физически не может освоить все то, что ему диктует современный мир. И мы куда-то бежим постоянно, куда-то стремимся, куда-то торопимся, боимся не успеть, а у нас нет ни на что времени. И из-за этого мы, вообще-то говоря, не очень хорошо понимаем, куда мы идем, к чему мы стремимся, какие у нас цели. И кто вообще-то говоря, мы? Кто мы? Происходит все это потому, что у нас объективно слишком много целей. Происходит это потому, что у нас объективно слишком много потребностей. На нас слишком много влияния оказывают и окружающие люди, и возможные варианты решения проблем, и быстрота самой жизни, которая сейчас ускорилась. Я вам рекомендую читать не книжки по саморазвитию, я бы вообще вам не рекомендовал бы их читать. Впрочем, читать может что угодно, было бы желание на это, и здесь вам, пожалуй, решать только самостоятельно. Я бы вам порекомендовал чаще быть в уединении. Хотел сказать в одиночестве, потому что многие люди воспринимают уединение именно как одиночество. Что не является, конечно, сколько-нибудь правильным и верным, потому что одиночество – это вынужденное состояние, когда человек не хочет быть, например, одиноким, но он таковым является из-за того, что нет у него другого выхода. А уединение – это когда человек в целенаправленном, специально старается избавиться от людей вокруг него, чтобы лучше понимать, что ему делать, куда ему идти, к чему стремиться, например, и так далее. И вот вам нужно чаще быть именно в одиночестве, ой, опять-таки, когда в одиночестве, оговорчик по Афрейду – уединение. Для чего? Чтобы понимать, лучше понимать, чётко понимать, кто вы, куда идёте и к чему стремитесь. Без уединения, без принадлежности, собственно говоря, самому себе, у вас не получится понять до конца, кто вы, а все новые и новые возможности будут манить вас своими перспективами, но в итоге вы рискуете не сделать вообще ничего. Следующий момент – это момент, связанный с тем, чем же вам объективно заниматься. То есть, ну вот, у вас, допустим, вы были в одиночестве и поняли, что какие-то моменты для вас интересны, очень интересны, какие-то моменты для вас не очень интересны, и решили вы, допустим, заниматься многими вещами, но, несмотря на это, всё-таки этого всё равно много, и вы чувствуете, что объективно не успеваете всё сделать. Здесь нужно понимать, что у любой задачи, у любой задачи есть структура. И эта структура, она в первую очередь связана с целями, с засредствами, с условиями и, собственно говоря, с той объединяющей общей целью, которая есть у всех задач. Вы пишете, что у вас с планированием хаос в голове. И это значит, что нужно, в первую очередь, грамотно оценить свои средства. Какие у вас есть способности, какие у вас есть ресурсы, какие у вас есть сильные стороны и слабые стороны, какие у вас есть увлечения, личные интересы, то есть, что вам больше всего нравится. Исходя из средств, будет понятно, как лучше вести себя в условиях. И прежде чем просыпать к задаче, нужно проанализировать требования. Требования конкретной задачи. Заметим, что цель не есть задача. Задача есть первичная промежуточная цель, которая является основной частью для достижения цели. И очень важно, чтобы вы конечную цель держали в голове, но при этом также целью считали промежуточную задачу. Вы быстро теряете интерес именно потому, что слишком доциклены на конечные цели. Но при этом эту конечную цель вы воспринимаете несколько изолированно, я бы даже сказал, стерильно, отстраненно от того, что нам ради нее нужно сделать. А все, что нужно сделать ради нее, является таким же важным и так далее. Собственно говоря, подводя итог, хочется сказать, существует в вашем случае два основных направления. Первое направление – это смена своего образа жизни. Нахождение, или лучше сказать, пребывание в уединении для того, чтобы более ясно представлять, что же вам нужно. По сути, расстановка приоритетов по наиболее важным, наиболее интересным вам увлечениям, хобби и так далее, будет ключевым здесь. Понятно, что мы бы хотели стать и писателями, например, если речь идет о гуманитарии, да, и писателям, и исследователям, и там, журналистам, и кем-то еще, все это, в принципе, можно совмещать. Вопрос заключается в том, какова мотивация делать те или иные вещи. Понятно, что, например, быть писателем – это здорово, но если требуется заработная плата, если это требуется содержать свою, например, семью, то вряд ли работа писателя может быть тем, что полностью удовлетворит именно эти вопросы. То есть, по сути, делать требования. И мы переходим от первого аспекта ко второму и говорим о том, что анализ требований, правильное понимание требований, четкое осознавание своих ресурсов, то есть средств, а также правильное отношение к задаче является вторым главным моментом в ответе на ваш вопрос. И книги по саморазвитию, какими бы и правильными, и верными ни были, они всегда освещают только ту или иную сторону человеческой жизни. Чтобы, знаете как, чтобы осваивать что-то новое, необходимо освоить то, что интересно вам и стать в этом достаточно осведомленным человеком. Говоря языком научения или психологии поведения, нужно делать так, чтобы то, с чем вы занимаетесь, стало для вас не действием, то есть таким элементом поведения, в который вы вкладываете свои психоэмоциональные силы, а операции, в которые вы не вкладываете свои психоэмоциональные силы, а делаете все на основах моторного поведения, то есть память действий. И вот если вы будете делать так, если вы освоите какую-то деятельность на таком вот уровне, значит можно заниматься уже чем-то другим. Этот пример, он пожалуй является типовым, то есть он не является каким-то определяющим, он не является каким-то, именно вот, подсказывающим вам, что нужно делать, но тем не менее, принцип работы именно такой. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!